Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели, телерадиозрители. Сегодня мы будем говорить с вами об очень интересной теме, которая всех нас волнует. Это работа органов местного самоуправления. И сегодня у нас в гостях мэр города Александр Сенкевич и советник мэра Валентин Бельский. Добрый вечер. И я прошу Александра сразу со вступительным словом рассказать о том, что у нас происходит, как у нас меняются органы местного самоуправления, куда мы идем и на каком мы этапе. Хочу сказать, что у нас всегда так получалось, что городская власть, да и в общем власть, находится с одной стороны, а жители находятся с другой стороны. И у жителей складывается впечатление, не знаю, может быть это многолетнее, что власть создана не для того, чтобы обслуживать их интересы, а для того, чтобы пользоваться горожанами, грубить им и так далее. Мы нашей основной целью пребывания во власти решили изменить наше, ну скажем, понимание горожан о том, что такое власть. Мы говорим о том, что жители хотят нормальных условий, они хотят нормальные условия для рождения ребенка, для обучения его в садике, для школы, для получения образования в университете и, в конце концов, получения нормального образования. То есть фактически органы местного самоуправления должны заниматься тем, чтобы вот эти мечты граждан, они становились явью, не просто мечтами. Реальностью. Реальностью. И которые содержат эту самую сервисную организацию. И все равно каком мы сейчас этапе реформирования находимся? Пока мы, я так понял, мы сейчас обрисовали проблему, да? Или мы уже движемся на путь ее решения? Я думаю, что мы пока на этапе создания технического задания. Технического задания. Именно то, что складывалось годами, десятилетиями, ну скажем, отношения органов местного совправления к жителям и обратные отношения, Мы сейчас для того, чтобы разрушить его мнение, мы должны провести большую подготовительную работу, то есть разложить. Я думаю, здесь как раз хотел бы, наверное, чтобы Валентин буквально сказал чуть-чуть пару слов, как мы это делаем. Вы знаете, совсем недавно я ощущал себя по ту сторону баррикад, когда для меня это здание госполкома оказалось чем-то таким, знаете, страшно неприятным и ужасно неинтересным. Более того, вызывало какое-то отторжение. Сегодня, погрузившись в суть происходящих процессов, я понимаю, насколько там запущена ситуация не просто с введением процедур, которые должны быть направлены на улучшение городской жизни, а на элементарные вопросы, связанные с тем, кто там работает и как с людьми говорят о их цели там пребывания. Ведь выполнение государственным служащим своих функций – это далеко не то, чего ждут все горожане. И вот сегодня мы выявляем эту проблематику в каждом управлении, департаменте, в каждом подразделении. Спасибо, Валентин. Но мы не могли обойтись без такого острого одного угла. И для вас мы подготовили специально то, как сейчас работает городская власть, ну, наверное, не городская власть, а некоторые ее структуры. В частности, ЖКХ мы подготовили небольшой сюжет с правдивой историей, которая течет в настоящий момент. Прошу сюжет. Однако я хочу вам рассказать историю, которую я в течение последней недели ежедневно наблюдаю. Она как бы не касается ОСМД, но я понимаю, что эта проблема перетечет в ОСМД. А еще, если вдобавок, действительно жильцы этого дома не соберутся и не выберут себе какой-то действительно вменяемого поставчика услуг, то они попадут просто в объятия своего ЖКХ, именно 10-го. И дальше у них все продолжится так, как было. Так вот, на протяжении недели я ежедневно наблюдаю, как крошится на головы постителям физдиспансера на буденного и декабристов. На буденного, да, ну сейчас уже на сыну и декабристов, да. Крошится карниз. И на протяжении двух лет главврач этого физдиспансера бомбит ЖЭК, который запускает ее по большому кругу. Департамент ЖКХ, Андрей Николаевич, просьбами, ладно, не надо ремонт делать. Оббейте, чтобы людям на голову не падало. Не помогает. Давайте посмотрим в этом сюжет. Примещение Миколаевского лекарско-фізкультурного диспансера расположено в центре міста, порядка с дитячим местечком Казка, на цокальному поверхности звичайного житлового будинка. Будивля поступово рянуется. Керівництво ЖЭКО номер 10, на балансі которого находится будиль, про это знает, но помогать может, хіба что листами. Лекаря бьют на сполах. Аварийный стан старого будинка уже не позволяет користеться пандусом біля входа у примещение. Навіть пройти улицу вздовж споруди небезпечна для життя. Але что могут сделать люди у білих халатах? Огородить небезпечную ділянку стричкой и обратиться к соответствующим инстанциям. Штукатурка обвисла, падает непосредственно на вход в диспансер. И мы не требуем капитального ремонта, а именно устранить аварийную ситуацию перед нашим входом. Диспансер обслуживает всю область. Це примещение застосовується для посттравматичной реабилітації спортсменов Миколаевской области. Как нарослих, так и детей. Серед них багато людей с особливыми потребами. Наразі тих, кто пересувается на инвалидном вязке, не может користеться пандусом без ризику для життя. Але ЖЭК номер 10 усунути проблему не квапиться. И допомагает лише листуванием с соответствующими инстанциями. На этот час нам направлен лиз до департаменту ЖЭК ГАЗ. З нагадыванием про аварийный стан карнизов, парапетов и балконов в доме. И проханием прискорить решение капитального ремонта доме, в том числе карнизу перед входом до ОЛФД. У самому ЖЭКу прокоментувати ситуацию поки що не можуть, адже керівник підприємства у відпустці. Листів більше, а карниз продовжує обсипатися. Останній раз обвалення сталося 16 березня, серед рабочого дня, коли до приміщення диспансеров приходить багато пацієнтам, в тому числі дітей. Я пытался выяснить, в чём там проблема. Мне сказали, ЖЭК просто нічого делать не хоче. А департамент ЖЭК ГАЗ рассказывает о том, что необходимо приглашать верхолазов, необходимо посылать кран. И вообще, ну падает вам на голову. Ну что ж, как-нибудь, вот пока никого не убило. Андрей Николаевич. Ну, касательно данной ситуации, то на слуху она у меня отсутствует, поэтому обивку аварийних участков, если там есть, я думал, что мы в ближайшее время организуем, для того, чтобы там не падало при входе. И вот в продолжение этой истории, это эфир практически месячной давности, в продолжение этой истории департамент ЖЭК ГАЗ направляет письмо ЖЭКу номер 10, который до этого ничего не сделал, с резолюцией устранить проблему. По состоянию на воскресенье, у нас был, в передаче «Крапки над И» был сюжет на эту тему, не сделано ничего, продолжается, в принципе, состояние не изменилось. Прокомментируйте, пожалуйста, вот вы как городской голова, как это всё работает и почему ничего не сделано. Мы занимаемся сейчас, на данный момент, занимаемся формированием как раз системы контроля подобных случаев. Дело в том, что на данном этапе, как это было десятилетиями, чиновник любого уровня, его основная задача – переложить проблему на другого. Не решить, в общем-то, проблему, но переложить на другого. Фактически задача любого чиновника находится вот в такой плоскости – отмазаться, будем так говорить. То есть чиновник, который работает не на результат, а на отчёт, почему не сделано. Я вас правильно понимаю? Правильно, почему не может сделать. Что будем делать с этим? Ну, во-первых, сейчас мы делаем такую систему, которую мы будем видеть, в которой будут накапливаться эти проблемы. Во всяком случае, все будут контролировать их состояние, то есть время исполнения, становятся дедлайны и так далее. И будут назначаться уже ответственные, которые, ну, скажем, сейчас трудно найти ответственного. Тот на того передал, тот на того, тот на того. И так вот запутывается система. Сейчас мы работаем над созданием системы такого внутреннего контроля, аудита и контроля, которая будет как раз искать проблемы вот такие, выявлять и налаживать, чтобы они сами себя, ну, скажем так, не создавали. Хочу сказать ещё, самое главное, что на самом деле система так и должна функционировать. Должна перекладываться проблема на другого, но не на другого, который находится на твоём уровне и на уровень ниже, а на уровень выше. То есть, если проблема не может быть решена на том уровне, то есть, например, ЖЭК не может, он должен обратиться уже в департамент, что помогите нам, организуйте вышку там. Те, если не могут организовать вышку, они обращаются там дальше, то есть, например, к мэру, чтобы мы не можем, требуем, там, просим предприятия, если не может департамент найти самостоятельно эту вышку, там, предприятие и так далее. То вы, как мэр, можете обратиться в какие-то госструктуры, предприятия, которые могут обеспечить тем. Гипотетически основная задача должна быть у человека решить задачу. Не можешь решить, передай ее на уровень выше. Не ниже, не спусти обратно на, там, обратно на, там, начальника ЖЭКа, а то на слесаря, а то скажет, так, у меня же нету вышки. Ну, то есть, вот сейчас... То есть, изменение алгоритма работы, это ваша, вот, первостепенная задача, да? Это первостепенная задача, это, как раз, введение задачи контроля. Контроля, вот потому, что не может тот человек, который исполняет, сам себя контролировать. А какой будет орган контролировать? Создается в новой структуре, предполагается новый отдел аудита и контроля. Вообще, есть у нас контрольный отдел, который следит за перемещением, там, ну, скажем так, буквально бумаг, да? Который за исполнением, там, аппаратных поручений и так далее. Самое главное, что мы сейчас хотим сделать, это то, чтобы тот, кто исполняет, сам себя не контролировал. Я понял. Спасибо. Для вас, телезрители, я напоминаю, мы сейчас находимся в прямом эфире и по телефону 76 92 42 вы можете уже нам звонить и задавать вопросы в прямом эфире. Как мэру, так и его советнику. А сейчас я хотел бы, Валентин, к вам обратиться. И небольшая цитата. Мэр назвал, мэр назвал вас советник по процессам эволюционных изменений. И вот сейчас мы как раз говорим о такой, о таком вот практически дарвиновском, о дарвиновской эволюции устоявшейся системы. Вот прокомментируйте, как вы это видите, что вы делаете, осветите, чем живете. Я в первую очередь хотел бы немножко прокомментировать причины, которые озвучены в сюжете. В первую очередь это, конечно, отсутствие координации. Я вижу это воочию, подразделения между собой очень мало координируются ввиду отсутствия, во-первых, прозрачных процессов, во-вторых, горизонтальных процессов создания той ценности, которая нужна горожанам. Помимо этого, очень большим недостатком есть то, что отсутствие как таковой брака в работе государственного служащего, так же, как и канал, по которому этот брак можно выявить, так же, как и процедуры, инструкции реагирования на этот брак с оговоренными сроками, конкретным временем, в зависимости от сложности и возникшей ситуации. Чем должна закончиться вот эта аналитика, что должна в оконцовке превратиться? По результату это четко прописанные процессы, процедуры с установленными сроками, ответственными лицами и тем, как они будут взаимодействовать по подразделениям. Поэтому мы рассчитываем на то, что менять непосредственно форму видеоорг-структуры мы будем после того, как сможем внутреннее наполнение. И еще одно слово по поводу эволюции. Если вы любите сад, то вы понимаете, выкорчевывают то дерево, которое уже не несет никаких плодов. Мы занимаемся прививкой, мы прививаем новые модели, новые методы к уже существующему стволу. Поломать очень легко, а вот создать что-то новое сложно, поэтому мы не торопимся рубить с плечами. То есть если садовая аллегория говорить, то вы скорее колеруете, то есть на веточки других деревьев. И у нас есть первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Анна, я проживаю в Корабельном районе. Хотел бы обратиться к Александру Федоровичу. Александр Федорович, такой вопрос. На сайтах Николаевских очень часто обсуждаются вопросы, что сделан новый мэр за этот период. И в большинстве вопросов обсуждается, почему не меняется его команда. Хотела бы узнать, когда вы планируете вообще эту замену старых чиновников на новых? Спасибо большое, спасибо большое. И я позволю себе присоединиться к слушательнице. Действительно, вот как раз о саде, о котором мы говорили. И тут вопрос я расширю немного. Предположим, участие в тендере предыдущего, не в тендере, а в конкурсе. Человек, который уже был на этой должности, он бесспорно специалист. Он будет гораздо выгоднее выглядеть в глазах комиссии. Как вот новым людям прийти в продолжении этого вопроса? Прошу. Во-первых, сейчас создана рабочая группа по изменению структуры городской власти. То есть мы говорим о том, что сейчас мы совместно с депутатами, совместно с активистами и с людьми, которые хоть немного соображают в управлении процессами, будем, ну, немного специалистов в этом, будем организовывать новую структуру городского совета. Это не означает, что мы будем, что у нас задача, многие думают, то, что основная задача уволить две трети чиновников. Наша задача оптимизировать процессы, наша задача расставить нужных людей на нужные места. Как я и обещал. Я возьму ремарочку, нужных людей имеется в виду специалистов, потому что вас потом передернут. Нет, нет. Нужных людей это означает, что если на таком месте нужен человек с таким-то уровнем знаний того-то или того процесса, на котором… Компетентный. Компетентный человек. Да, компетентный человек. Мы именно такого человека и наймём. Основной вопрос в чём? Основной вопрос в конкурсах. Конкурс сейчас проходит, ну, я слышал там обвинения в том, что конкурс у нас проходит непрозрачно. Конкурс сейчас проходит прозрачно, мы его печатаем в газете, мы эту информацию вывешиваем на сайте. Кроме того, я обратился к нашим интернет-сайтам, чтобы они вакансии размещали у себя ссылки на своих сайтах, на наших информационных ресурсах, чтобы они давали возможность. Откровенно скажу, что очень мало людей хочет работать в городской власти. И это связано в основном с уровнем зарплат. Хороший специалист не готов работать на зарплату от полторы до, скажем, трех тысяч гривен. И в этом нет ничего, скажем, странного, когда на конкурс выходят люди, один, два, три человека. Как же попасть новым людям в систему? Очень просто. Кроме того, что они пишут экзамен, у нас еще есть собеседование. Если на собеседовании человек покажет хороший потенциал, покажет свое желание менять систему, покажет свою готовность и некий профессионализм, то, конечно же, мы будем работать с таким человеком. Даже сейчас вакансии у нас есть, например, главный архитектор, например, в земельном управлении, но желающих много. Я хочу сказать одно. Еще самое главное, что по большому счету все эти конкурсы, они имеют рекомендательный характер. Фактически, вот я даже сделал такое понятие, как конкурс на директоров коммунальных предприятий. Он вообще не предусмотрен законом. Мы сейчас разработали положение в этих конкурсах и объявляем конкурс на директоров коммунальных предприятий. То есть у нас сейчас это Водоканал, у нас сейчас это КП Гуртожитек, это будет КОП. Ну и многие другие, даже начальников ГЖЭПов мы сейчас тоже выбираем на конкурсной основе. Ясно, спасибо. И у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня вопрос по вот этим теперешним, так называемым, создающимся ОСМД. Получается, сейчас куча всяких агитаторов бегает, пробивает эти вопросы. И к чему оно ведет, и что оно будет. И там, как говорят, ЖЭПи все-таки еще сохраняют себя ближайшие два года. Спасибо за вопрос, я его сниму. Почему? Потому что у нас была большая очень передача, посвященная, контраргумент, посвященная ОСМД. Там рассказывалось это все, если можно, чуть ближе к теме передачи. ОСМД имеет место быть, ЖЭПи пока никто не закрывает. У нас там переходные положения, насколько я знаю, действуют. Закон вступает в силу, если мне память не изменяет, в мае. В июле. В июле, да, извините. Ну, мэр лучше знает это, правда. Закон 147-49. И у нас есть следующий звонок. Если у вас есть доступ к интернету, обратитесь, пожалуйста, поищите в интернете закон номер 147-49. Там очень доступно написано в том, что произойдет с 1 июля. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Я Виталий Иванович. Мне 68 лет. Попрацевал на Черноморском заводе всего 47 лет. Да, и в чем ваше питание? Питание такое. Прекратите вздеваться над электротранспортом. Через каждые 200-300 метров зупинка. То это же издевательство. Разбивается. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, суть вопроса, в принципе, была о том, что, наверное, нужно реформа электротранспорта и транспортной инфраструктуры. Но мы сегодня говорим больше о чиновниках. И следующий мне вопрос Валентину Бельскому, если вы позволите. Вопрос такого характера. Скажите, большая проблема в самом деле это достучаться до власти. То есть то, что чиновники по какому-то алгоритму действуют, это одно дело. Это как бы внутренний, ну, то есть внутренний бэк-офис нас особо не волнует. Для жителей фронтенд больше интересен. Да, вот скажите, какие предвидятся в ближайшее время изменения в плане того, чтобы была хорошая обратная связь и реакция, соответственно, на проблемы горожан? Наша работа рассчитана где-то ориентировочно на 6-7 месяцев. Сегодня мы на этапе завершения первого месяца, когда мы провели обучающие программы, в которых мы доносили до государственных служащих о том, что качество это в первую очередь результат для потребителей. Соответственно, разные группы потребителей это то, с кем работают государственные служащие. Например, управление коммунальной собственности. Здесь и арендаторы, физические лица, юрлица. Здесь и балансодержатели. Здесь и совладельцы домов, о чем говорил мужчина. Из 3000 зданий у нас всего лишь сейчас около 200 ОСМД. Кстати, по Украине это неплохой показатель. Но тем не менее, для того, чтобы говорить о тенденции устойчивой, рановато еще. И, например, управление потребительского рынка. Когда мне приходилось задавать первый вопрос, кто ваши клиенты, то, знаете, показания путались. С одной стороны, предприниматели, которых мы должны контролировать. С другой стороны, жители, которых мы должны защищать. Так на кого мы работаем, возникает вопрос. И этот диссонанс деструктивный наблюдается через одно подразделение. То есть люди, в данном случае служащие, сбиты с толку. Они не понимают целей, для которых они существуют. Поэтому первый этап – это четко определиться с целеполаганием конкретного управления, с тем, кто наш клиент. Следующий этап – это понимание того, что является браком в работе государственного служащего. Потому что только с осознанием того, что мы можем ошибаться, мы можем делать ошибку, мы можем прийти к ответственности. То есть доведение самого процесса уже непосредственно вживую, до совершенства. Правильно я вас понимаю? А в дальнейшем, когда человек осознает, что он тоже совершает ошибки, мы не стремимся к наказаниям. Наказание – это не мотивирующая форма. Мы стремимся довести до них уровень ответственности перед горожанами, перед городом. Чего стоит ошибка чиновника и чего стоит ошибка, например, пенсионера, который включил кнопку не на тот канал. Спасибо. И у нас следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Добрый. У меня вопрос к Александру Федоровичу, вернее даже просьба. Улица Адмирала Макарова, на ней стоит домик Адмирала Макарова. Я с внуком хожу в парк Шевченко гулять. Помогите Александру Федоровичу отремонтировать фасадную стенку. Вернее, не вы лично отремонтировать, но какие-то службы. Эта стенка в ужасающем состоянии. Спасибо. Александр Федорович, вы возьмете, конечно, под карандашик, я так думаю, и под личный контроль. Я вижу, что Валентин уже фиксирует это. И вот смотрите, мы опять, видите, возвращаемся к чему. Видите, люди звонят с конкретными какими-то проблемами. И, наверное, я выскажу пожелания многих людей в плане того, что дайте какую-то обратную связь, куда жаловаться. Потому что в ЖЭКи приходят, в ЖЭКи отправляют и уровень очень низок. Я бы хотел сказать, что по вопросам, которые проведены в городе, для того, чтобы понять, в какую сторону грести, нужно понимать, куда ты хочешь плыть. Мы измерили уровень доверия граждан городской власти. Мы выявили какие-то главные проблемы. Вы не поверите, главная проблема даже не ЖКХ, а главная проблема транспорта. Видите, мужчина, который говорил про троллейбус, видите, дозвонился, первый случайный, можно сказать. Я думаю, что нам стоит отдельно сделать передачу по транспорту и вообще разобраться с этой проблемой более внимательно. Далее, конечно же, ЖКХ. Жилой фонд, жилищный фонд наш находится в ужасающем состоянии. Последние 25 лет независимости он находится на грани выживания, будем так говорить. Практически ничего не делается в плане капитального ремонта. То есть, какие-то там подмазали, где-то там чего-то, какую-то дырку заткнули, но все это... И не было никогда стратегии о том, как мы будем реформировать вот этот вот жилой фонд. С другой стороны, жители домов, они относятся к этому жилому фонду как к тому, что им досталось бесплатно. Знаете, как бы, ну, конечно же, все покупают квартиры. Я имею в виду, что когда человек живет в частном доме, он следит и за крышей, и за подвалом, и за стенкой, и за двором. Потому что надеется не оттого. Потому что не надеется никого. А у нас горожане, среднестатистические горожане привык, что город мне должен, потому что это его дом, потому что он коммунальной собственности. Хотя в городе нет коммунальной собственности. Если в доме приватизированы все квартиры, городу ничего в этом доме не принадлежит. Все и крыша, и подвал, и стены, и несущие, и конструкции, все принадлежит на правах, как говорится в законе, спильной, суммистной властности. То есть фактически граждане должны научиться, как и власть, как и мы, как чиновники, которые работают в системе, брать на себя ответственность. И в первую очередь брать на себя ответственность за свой дом. За свой дом, за подъезд, за лифт, за место перед подъездом. И в общем за свой город. Когда мы бросаем мусор возле ящика и говорим о том, что городские службы должны убирать. Но все равно за это платим. Другой мой. Должны убирать из урны, вывозить вовремя мусор, а не рядом с урной. Конечно же рядом с урной мы тоже уберем. Но граждане, прежде чем что-то требовать, должны как минимум любить свой город, место, где они живут. И содержать его в порядке. А служба должна помогать это делать, а не делать это вместо горожан. Спасибо. И у меня следующий вопрос, который был озвучен в фейсбуке под анонсом нашей передачи. Катерина Синявска интересуется, как проходит процесс обучения чиновников в мэрии, который инициировал Валентин. Прошу вас. Сегодня у нас есть четкий график встреч с подразделениями, на которых мы проводим заполнение формы, в которой определяем, кто же наши клиенты, какая это группа, какие браки мы считаем в работе государственного служащего реально осуществляются сегодня, как мы можем реагировать на них и какими процессами мы сможем это довести для горожанина, чтобы он мог четко понимать, о чем, к какому результату мы пришли. Поэтому очень скоро на сайте начнут появляться перечень услуг с описанием того, что является браком в этой работе и контактами, куда можно обратиться в случае обнаружения. Спасибо большое. Я думаю, был исчерпывающий ответ. Важно, что идет процесс обучения чиновников. Это уже радует. И в конце передачи мы, к сожалению, уже исчерпали практически час. Я хочу предоставить слово городскому голове с обращением к нашим зрителям. Я бы хотел обратиться, наверное, если предоставили такую возможность, по трем вопросам. Первый вопрос это о том, что наше сегодняшнее состояние бюджета, оно, скажем так, направлено на поддержание штанов, будем так говорить, в кавычках. То есть мы не можем развиваться, мы можем только сохранять то, что у нас сейчас есть. Поэтому прошу всех, мы разрабатываем стратегию развития города, где город сможет зарабатывать, город сможет развиваться. И активных горожан призываю включаться в эту разработку этой стратегии, чтобы это была не только стратегия городского головы его команды, а всей огромной команды николаевцев, моей команды, которых я считаю ребят, горожан, которые живут в этом городе. Следующая проблема это низкая активность, и я прошу всех активизироваться. Ведь на самом деле хаять, власть и, ну скажем, не следить за своим домом, это легче всего. Присоединяйтесь к акка тусовкам, которые мы сейчас проводим. Убирайте вокруг своего дома. Делайте замечания людям, которые царят вокруг вашего дома, или на площадке, или которые бросают мимо урны, курки и так далее. То есть приучайте своих детей к порядку, и будьте чистоплотными самостоятельно. Ну и конечно же бизнес. Я приглашаю быть бизнес-ответственным, включаться в работу со всеми бизнес-проектами, которые, клуб директоров. Бизнес должен сотрудничать вместе с городской властью, и вместе достигать какого-то комфортных условий для, собственно, развития бизнеса и города, как в конечном итоге. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, у нас в студии был мэр города Александр Сенкевич и его советник Валентин Бельский. Я думаю, что вы теперь не пугаетесь слова страшного стратегии развития. Я единственное хочу от себя лично, наверное, от каждого из горожан пожелать, чтобы вы почаще были в эфирах и вели разъяснительную работу, что же происходит, ибо тайны рисуют всякие ужастики. Спасибо большое, что были с нами, и спасибо нашим гостям. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...